Plossible, правдоподобный, это как Google Analytics, но не совсем. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Аналитика сайта нужна и важна. У нас, кстати, есть отличный курс по Google Analytics, ссылка в описании. Но есть у этого продукта крупной корпорации и недостаток, а может даже несколько. По крайней мере разработчики Plossible утверждают, что пришло время пустить Analytics под откос. И за счет чего же они собираются это сделать? Во-первых, за счет простоты использования. Analytics действительно, прямо скажем, перенасыщен в плане настроек и этим отпугивает пользователей. Облегченного скрипта, менее килобайта и не грузит сайт. В фокусе на privacy. Plossible вообще не задействует куки и собирает данные анонимно. Это круто. Например, проект Сверхнова использует Plossible именно по этой причине. Ну и открытый исходный код. Хороший тон для разработчиков. Google себе позволить такого не может. Есть ли недостатки? Да. Прайс. Plossible не бесплатный. 6 долларов в месяц при 10 тысячах заходов. Совсем местечковый сайт. 120 в год при 100 тысячах и 500 при миллионе. Но тут есть триал, которым я и воспользуюсь. Регистрируемся. На почту придет код активации. Добавляем веб-сайт. И нам предлагают вставить код в поле Head сайта. Вообще для этого, конечно же, я рекомендую воспользоваться Google Tag Manager. Ссылка на скринкаст в описании. Но у меня после очередных переустановок тестового сайта он слетел, а вернуть его к жизни я почему-то не смог. Буду разбираться и наверное сделаю скринкаст, потому что последний раз сделал скринкаст о нем 4 года назад. Надо бы обновить, сервис очень полезный. Поэтому вставлю сразу в Head. В админке опять же не нашел почему-то, все течет, все меняется, поэтому находим через файловый менеджер папку с установленной темой. И тут Head. Насколько помню есть плагин для подобных действий, но мне лень было его искать и устанавливать. Еще раз, это нужно по-хорошему делать только один раз, при установке Google Tag Manager. А потом все действия осуществлять через него. Вставили и он пишет, что подождите, сейчас, говорит, мы первый раз взглянем на вашу свельту. Ждал я долго, не дождался. Полез смотреть в чем может быть проблема, проблемы не нашел и при повторном заходе на сайт все заработало само собой. То есть возможно имеет смысл просто обновиться. Ну и вот оно первое достоинство, о котором говорили разработчики. Предельная простота. Количество уникальных пользователей, просмотров страниц, показатели отказов и продолжительность визита. Кстати, кто не понимает, что такое показатели отказов и как считается продолжительность визита, смотрите мой курс по Analytics. Там все не так, как кажется на первый взгляд. Top sources, источники входа, откуда пришли, Top pages, на какие страницы заходили. Можно посмотреть как страницы входа, так и страницы, с которых ушли. Страны и девайсы, то есть мобильные или десктопы. Браузеры и операционные системы. Все. Само содержание аналитики, как, впрочем, и настройки запредельно просты. Нужно ли что-то еще? Ну, честно говоря, мне не хватает демографий. Но это уже privacy. В остальном, сидя на аналитике в одной из контор, меня больше мало что интересовало. Хотя нет, еще ключевые слова. Это, конечно, тоже важно. Но все-таки я бы сказал, что настроек чересчур мало. Все-таки есть. А, хотя вот тут промелькнула какая-то шестеренка. Посмотрим. О! А, вот это уже чуть интереснее. Ага. Вот это точно нужно. Добавление пользователей. Как раз хотел сказать, что этого не хватает в настройках. И раздача прав. Всего два уровня. Так, можно сделать дашборд публичным. Ну то есть все, у кого есть ссылка, будут иметь доступ к статистике. Кстати, за время настройки на сайт зашло аж три человека. И вот. Это тоже полезно. Куда же без этого веб-аналитику. Настройка целей. Целевая страница и события. С событием надо, конечно, разбираться отдельно. Посмотрю за реакцией и, возможно, сделаю продолжение. Интеграция с Search Console от Google. Теоретически он должен тогда выдавать информацию о ключевых словах. Но тоже надо разбираться. Ну вроде как написано, что так. Email Reports и Danger Zone. Опасно не входить. Ну то есть сбросить статистику или вовсе удалить аккаунт. Ну хорошо. Это мне уже нравится, а то действительно как-то было уж очень куца. Ну и здесь еще обнаружилась одна полезная вещь — Add Filter. Ну то есть, например, если вам нужно посмотреть только действия тех, кто заходил на определенную страницу, можно добавить ее в фильтр и получить отфильтрованные данные. Кстати, настройки — это я обнаружил уже чуть позже — находятся также здесь. Действительно ту шестеренку найти не так-то просто, а настройки важны. Было бы странно, если бы они их действительно так запрятали. Всем, кто задумывается об этической стороне вопроса сетевой жизни, стоит приглядываться к подобным проектам. Рано или поздно именно эта сторона выйдет на первый план, если к тому времени машины нас не завоюют. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.